В этом году открылся класс, где очень тщательно следят за средой окружающей. Это класс Росприроднадзора, единственный в городе, и его ученики неравнодушны к проблемам экологии. Они уже начали обследовать городскую среду, и, насколько я понимаю, их внимание упало на Невские воды. Передаем слово нашему корреспонденту Александре Багаевой. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, дорогие петербуржцы! В Росприроднадзор поступило сообщение о нефтяном пятне на реке Неве. Экологическая лаборатория уже выехала на место для отбора проб воды. Конечно же, это только легенда для школьников из профильного класса, но сейчас мы примем участие вот в таком заборе проб воды. Ребята мне в этом помогут. Так, держите. Держите удочку. А мы поговорим пока с одной из учениц и узнаем... Ксюша, расскажи, пожалуйста, почему ты решила поступить вот в класс Росприроднадзора? Ну, вообще, я считаю, что природу действительно стоит оберегать, потому что сейчас близится глобальное потепление, и это действительно очень важно. Но одной из самых моих больших мечт было помогать животным. Также я езжу в специальный лагерь, который спонсирует волонтеры. Они помогают покупать корм животным, оберегают их. Если есть какие-то раны, их залечивают. И поэтому это действительно, я считаю, важная вещь в наше время – помогать природе и животным. Пока здесь идет настоящий полевой урок, давайте не будем отвлекать ребят. Поговорим с пресс-секретарем Северо-Западного управления Росприроднадзора. Гульнара Амаровна, здравствуйте. Расскажите, почему у ребят, понятно, что они изучают биологию, химию, а почему у них в программе есть еще обязательный предмет, как углубленное изучение физики и математики? Эти предметы специально были поставлены в программу и больше внимания им уделяется, потому что мы сотрудничаем с Политехническим университетом и одним из вступительных экзаменов, например, есть физика. То есть как раз таки оцениваются дети по количеству баллов, которые они набирают именно по этим испытаниям. Плюс ко всему, дети не только сейчас полевые исследования проводят, они раз в неделю посещают занятия в политехе. Есть разработанная учебная программа, в том числе не только экологическая безопасность, но и техносферная безопасность. И мы также, Росприроднадзор, участвуем в профориентации детей. Именно для профориентации был создан этот класс, потому что мы считаем, что, например, со школьной скамьи именно для старшеклассников уже можем сформировать представление о потенциально будущей профессии. Для нас важно привить любовь и заинтересовать детей в этом деле, поэтому вот такие мероприятия, они, помимо теории, подкрепляются еще и практическими занятиями. Ну что ж, возможно, именно эти ребята в будущем сделают вклад в сохранение природы нашего города.